МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие пророчества Кронштадтского святого уже сбылись? Разделится народ на партии, восстанет брат на брата. И какие сбываются? На костях мучеников будет воздвигнута Русь новая. Я давал расписку, что я никогда ничего никому рассказывать не буду. Но сегодня расскажет. Нас обвиняли в том, что мы выдумываем. Беспрецедентная битва. Тогда не было Пир-Харбора. Сравнивать было не с чем. И абсолютная секретность. И засекретили, и никто ничего не знал. Сквозь полуправду советской истории... Боя не получилось. Получилось братание. О Кронштадтском мятеже расскажут потомки участников событий. Вызвали. Ну, думал, все. В чем мистическая сила Кронштадтских домов? Просто к телу. Может быть, и вы сами можете. Попробуйте. И что дает жизнь в стенах бывшего собора? Нужно обязательно меня слушать, потому что так и будет, как я скажу. Что значит похоронить мечты? Я знал науку воевать и побеждать. Не судить других. Он пьет. Я их не осуждаю. И настраиваться. Только на победу нужно выигрывать, иначе зачем заниматься? Какое наследие оставили Кронштадту российские императоры? Обидно, что взяли Форт Боя за основу этого шоу. И почему? Все владельцы мобильных телефонов с благодарностью должны сделать поклон в сторону Кронштадта. Наукоград 19 века. Духовный центр Российской империи. Непреодолимый барьер на пути любого захватчика. Остров в Финском заливе. В 30 километрах от Санкт-Петербурга. Этот город строили для войны. Но ради мира. Кронштадтская крепость участвовала в битвах четырех войн. Северный, Крымской, Первомировой, Великой Отечественной. Кстати, мы все знаем о героической обороне Севастополя, но во время Крымской войны 80 своих самых мощных, самых современных кораблей Англия и Франция посылают не в Черное море, а сюда, на Балтику, Кронштадту. В общем, неудивительно, что здесь все связано с морем. И каждый кронштадтский мальчишка хоть раз в жизни мечтал быть моряком. Кронштадт – город тех, кто мечтает о море. И главный морской собор страны здесь. Нет, это вам не кажется. На самом деле. Исакевский чуть-чуть побольше. Туристы терпеливо ждут. В собор можно попасть только два раза в неделю, в субботу и воскресенье. Только во время службы. Морской Никольский собор сейчас между прошлым и будущим. Прошлое – это кинотеатр Максим Горький, офицерский клуб, концертный зал, музей. Прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев. А будущее собора непостижимым образом возвращает Кронштадт на сто лет назад. В 1913 год, когда белый купол, покрытый золотой вязью из лекарей морских узлов, впервые засеял над островом. В этой точке, по адресу Кронштадт, якорная площадь, дом 1, сфокусировалась вся история страны за целый век. Кронштадт является короной Санкт-Петербурга. Вот в этой короне самый такой шикарный бриллиант – это вот этот морской собор. Из-за этого здания город можно было бы назвать Северной Византией. Всего на один метр ниже Святой Софии Константинопольской. Знак уважения мировой православной святыни. Это точная, лишь уменьшенная копия. Морской Никольский собор задуман был как храм-памятник всем когда-либо погибшим морякам. Внутри, помимо фантастически красивых фресок, на стенах – мраморные доски с именами офицеров, павших в морских сражениях. У них нет места погребения, зато есть вот этот собор, которым они поминаются. Это для них самое-самое главное. Это дом, это сердце, это дом для каждого моряка. Моряки Кронштадта не последнюю роль сыграли в становлении революции. Одна кронштадтская побудка чего стоила. Но через 4 года после октябрьских событий о Красном Болтфлоте стали забывать. После октября 17-го промышленность рушится. В стране голод, в армии беспорядки. И островители чувствуют это особенно остро. А еще сюда, в Кронштадт, на перевоспитание отправили махновцев и петлюровцев. Мало того, что крестьяне, так еще и привычны воевать. В общем, еще до того, как случился кронштадтский мятеж, в немецких и французских газетах написали, что в до сих пор неприступном городе начались волнения. В результате так оно и произошло. Несколько суток непрерывных боев, чудовищные потери со стороны нападавших и общая братская могила. Сегодня Виктор Краснояров идет привычным маршрутом. Но до 1999 года знал об этом кронштадтском уголке только заочно. Так о месте, где произошел самый драматичный эпизод из истории его семьи. Эту историю я знал с детства. И если разобраться, когда я увидел вот это вот место, я его сразу же узнал. Подполковник в отставке Краснояров ослужил почти 40 лет в войсках ПВО. От Енисея до Эльбы. А в Кронштадт семья переехала в 1999 году. У нас здесь внучка, если не рисовала, то подрисовывала. Тогда Краснояровы не задумывались над переплетениями исторических нитей своей семьи и кронштадтского мятежа. И вот в этом месте, в общем-то, должны были мятежники пойти им навстречу, и должно быть встречный бой. Боя не получилось. Получилось братание. Неизбежное братание. Друг против друга стояли соседи и земляки, говорит историк. И продолжает уже как родственник участников событий. У меня дядя участник этих событий. Мало того, он участвовал в братании и встретился здесь со своим родным дядем. Мы из Кронштадта. Это культовый фильм о первых после октября годах. Но сквозь революционный романтизм проглядывает другой Кронштадт. Морские ворота России – это портовый город со всеми атрибутами. Воры, пьяницы, проститутки сюда высылали. Его звали Матросским Сахалином. Сейчас назвали бы 101-м километром. И вдруг – духовный центр России. Абсолютное чудо. Отец Иоанн Кронштадтский основал этот город духовно и преобразил его. Духовной столицей России портовый город сделал священник Иван Сергеев. Низкий церковный чин. Из 53-х лет службы в Кронштадте 40 лет. Отец Иоанн был вторым священником. А на его проповеди ехали со всей Российской империи. Православные иноверцы, маловерные и просто охотники до чудес и пророчеств. На Пасху приезжали до 100 тысяч человек. Но не только верующих вдохновлял пламенный проповедник. Все владельцы мобильных телефонов с благодарностью должны сделать поклон в сторону Кронштадта. А ведь Попов сам был сыном священника, глубоко верующим религиозным человеком. И можно ли представить себе, что он не благословлялся у отца Иоанна. В кабинете Кронштадтского технического училища морского ведомства, где профессор Александр Попов 20 лет читал лекции, он и сделал открытие века. Но открытие секретное, так как работал он на стратегическом закрытом объекте. И патент ушел к итальянцу. Марку не поддержала только родину его Италия. Россия, Германия, Франция, США, Бельгия, Австрия, Испания, Голландия, Швейцария признает Попову сразу, еще тогда. Первый радиосигнал был передан из Кронштадта на военный корабль в Финском заливе. Первый опыт рентгеновской съемки. Первая операция на сердце. 41 кругосветное путешествие началось в Кронштадте. 56 научных открытий мирового значения. Сейчас это достояние всего человечества. Уникальная концентрация вот такой интеллектуальной мысли при отце Иоанне. Кронштадт вполне можно было бы назвать таким современным словом, как «Наукоград». Это был такой инновационный центр России. Сколково того времени. Почему эти события произошли именно в Кронштадте и именно на рубеже веков, у отца Геннадия сомнений нет. Полет научной мысли, он требует и какого-то духовного полета. Отец Иоанн Кронштадтский давал какой-то духовный импульс. Это тогда, в начале 20 века. А в конце Кронштадт своего святого не помнил. Кронштадт вообще первый раз приехал еще в 89 году. И с одной мыслью найти квартиру Иоанна Кронштадтского. Город был закрыт, и пришлось брать разрешение пропуска военного коменданта. И вот первый встречный кронштадтец, я спрашиваю, а где здесь дом Иоанна Кронштадтского? Он так задумался и отвечает, а простите, кто это такой? Я давал расписку, что я никогда ничего никому рассказывать не буду. Теперь это уже не важно. Срок давности истек. 71 год назад этот человек фактически предотвратил генеральное наступление на Ленинград. Мы не задумываемся о военных штампах, которые слышали с детства. Но вот огненный щит Ленинграда – это не художественный образ. Его создавали орудия, которые стояли на той стороне залива, на знаменитом Рейненбаумском пятачке, в Кронштадте и на кораблях Болтфлота. Эту спасительную для Ленинграда огненную завесу врагу нужно было прорвать. И германское командование запланировало беспрецедентную, не имеющую аналогов в истории войн в тот момент, операцию. Единым ударом с воздуха уничтожить и флот, и базу ВМФ. Немцы не учли одного. В СССР появились первые радиолокационные станции. В Вермахте их еще не было. А новинки не знали и у нас. Григорий Гельфинштейн – один из шести на всю страну человек, кто в 1941 году владел специальностью старший оператор радиолокационной станции. На них смотрели как на кудесников. До сих пор еще никто не предсказывал появление самолета за 200 километров. Нас обвиняли в том, что мы выдумываем. Нам просто не доверяли. А мы не имели права им ничего объяснять по телефону. 21 сентября 1941 года. Солнечное воскресное утро. Монитор прибора молчал. И вдруг проснулся. Что такое? Появилось большое количество немецких самолетов, одновременно идущих к Ленинграду. И я их считаю, я их насчитал уже около 200 штук. Старший оператор РЛС очень волновался, как убедить базу в Кронштадте в том, что угроза реальная. И он нарушил все запреты. Открытым текстом, чтобы у вас запрещено категорически, прямо сказал дежурному по штабу, что это к вам летят. Будут заходить с трех сторон одновременно. Буквально через 3-5 секунд по всему побережью завыли сирены. Удар не стал внезапным. Немецких асов встречал огонь зениток. За три дня массированных налетов потери были и в Кронштадте, и на кораблях Болтфлота. Но не такие, на которые рассчитывало германское командование. Тогда не было Перл-Харбора. Сравнивать было не с чем. В декабре того же 41-го года на оставшую всемирно известную бухту Перл-Харбор было два налета. 360 самолетов японской авиации потопили и повредили 15 американских военных кораблей. Погибли и пострадали около 4 тысяч человек. О масштабной атаке знает весь мир. Американцы до сих пор помнят свою трагедию. Кронштадт за те 3 сентябрьских дня атаковали в общей сложности более 500 самолетов, нанесли ущерб городу, повредили несколько кораблей и потопили линкор «Марад». Это сражение было все засекречено. Наши адмиралы пришли к выводу, что было все это наше поражение. И засекретили, и никто ничего не знал. Теперь время знать о своих победах, которые считали поражением, и о своих героях. Свой дом Иоанн Кронштадтский хранил и во время войны, и после. Однажды на чердаке тогда еще ненадстроенного двухэтажного дома мальчишки нашли неразорвавшуюся авиабомбу. Она пролежала там 20 лет. Это перекресток времен и парадоксов. Вот дом всероссийского батюшки. Напротив гимназия, в который учился будущий нобелевский лауреат Петр Капица. Причем учился в те годы, когда отец Иоанн каждое утро выходил на этот балкон и благословлял прохожих. А служил отец Иоанн Сергеев в Андреевском соборе. И вот она, мистика Кронштадта. Когда в 1932 году Андреевский собор взорвали, то на той же улице, далеко от собора, появился дом. Неровные кладки из выщербленного кирпича. Документов нет, но кронштадтцы верят, что этот дом сложен из кирпичей разрушенного собора. Светлана Полонина живет в этом доме 36 лет. Не сомневается, что ее и соседи окружают камни из погибшего собора. У нас вот здесь надписи. Вот если приглядеться, здесь Н видно. Видите, с твердым знаком ли это? 1932 год построили. Представляете, сколько все стерто здесь. Необычные способности у себя Светлана Валентиновна заметила сначала сама. Если я скажу, слушай меня, я даже заметила, что нужно обязательно меня слушать, потому что так и будет, как я скажу. Потом родные. Мне сын старший говорит, мам, тебе учитель нужен. У тебя дар какой-то. Она видит сны и верит им. Однажды дальний родственник попросил помолиться за него. Даже адрес сказал, где помолиться. Проспект Ленина, 7. Я даже не знала, что церковь под номером. Человек просил во сне, просил, и он мне больше не снился. Ей снились нужные цифры, которые выигрывали потом в спортлото. Иногда вдруг приходили стихи и оказывались очень похожими на описание грядущих событий. К своему дому, между прошлым и будущим, Светлана Полунина привыкала долго. Мне он сначала не нравился. Не знаю почему, он такой мрачный с виду. Ну, мрачный такой. Теперь очень нравится, очень хорошо. На маленькой кухне Светлана Полунина, немного стесняясь, демонстрирует собственное маленькое чудо. Еще давно, когда работала водителем, ради шутки померила электрическое напряжение. Своё. И изумилась. Просто к телу. Может быть, и вы сами можете. Попробуйте. Если будут восстанавливать Андреевский собор, говорит Светлана Валентиновна, надо обязательно взять несколько кирпичей из её дома и положить на место. Гениальной идеей Петра I использовать местоположение Кронштадта в интересах обеспечения обороноспособности страны началась новая эпоха военной инженерной науки. И первыми в этом убедились шведы уже в 1704 году. Они отошли на зимовку, а Петр в это время повелел построить Кроншлот. И дальше него шведы больше никогда не продвинулись. Береговую оборону Балтики постоянно обновляли. Архитектор Карбоньер предложил новейшую по тем временам форму оборонительного укрепления – параболу. Форма обеспечивала полный рикошет снарядов, и будущий форт стал неуязвим. Гранит для облицовки форта, кстати, ломали неподалеку, рядом с финской деревушкой, за что крестьянам выплачивали 500 рублей ассигнациями за неудобства. Кстати, именно гранит отличает Александр от знаменитого французского двойника. Форт Боярд – кирпичный. Обидно, что взяли Форт Боярд за основу этого шоу и так далее, вот этих игр. Хотя Александр Первый при тех же габаритах гораздо интереснее, и у него потенциал гораздо больше. 17 насыпных островов, комплекс оборонных сооружений, строили почти два века. На самый дорогой пригород российской столицы из казны денег не жалели. Потенциал этого единственного в мире искусственного архипелага сегодня почти не востребован. Здесь комплексно можно использовать, во-первых, как некую гостиницу, такую экзотическую, романтическую. Плюс к этому здесь потрясающе получается концертный зал на 600 мест с великолепной акустикой. Почти два века Кронштадт был единственной торговой гаванью столицы. Через него в основном и велась внешняя торговля. У англичан была поговорка – от Англии до Кронштадта ближе, чем от Кронштадта до Васильевского острова. Дневник Иоанна Кронштадтского. Его искали ученые и любители, он обрастал легендами. Церковь верит, что праведнику было открыто будущее России. И пророчество отец Иоанн якобы записал в последней тетради своих дневников. Но создатели музея Кронштадтского святого работают только с существующими документами. Какие-то пророчества приходится отвергнуть, а какие-то как раз подтвердить и поразиться дару праведнице Иоанна Кронштадтского. Пророк в своем благополучном на тот момент Отечестве прорывал своими проповедями обывательское благодушие. Отец Иоанн Кронштадтский предсказал убийство царя, царской семьи, трагический исход русской эмиграции из родной земли. Близко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына, и прольется много крови на русской земле. На этой площади родной дядя и двоюродный дед Виктора Красноярова стояли друг против друга, как и тысячи других. Бой все не начинался и мог не начаться вообще. Центральное окно, именно там стоял полемет. Сколько погибло, при этом никто, в общем-то, и вам не скажет, да и стреляли ли они вообще-то по людям, может быть, поверх голов. Советская полуправда о кронштадтском мятеже сегодня дает работу и историкам. В архивах очень много материала, и перекопать его, перелопативать, в общем-то, сложно. И их детям. Дочь Виктора Красноярова, Виктория, создала страницу Кронштадта в социальной сети. Вот у художницы размещает виды города и собирает в друзья земляков. Наших, именно кронштадтских, там было двое или трое. Остальные были иностранцы, которые считают себя причастным каким-то боком к кронштадтскому бунту. У них спрашивают, почему у тебя написано «Кронштадт», когда ты живешь не в Кронштадте. Говорят, мне нравится история. В комнатке малогабаритной хрущевки Виктор Краснояров листает свою книгу о кронштадтском мятеже. И играет с внучками Никой и Россией Анастасией. Необычный выбор имени Виктора Алексеевича не смущает. Я пять лет прослужил в Германии, а там, в общем-то, в двойных, тройных, именно, это нормально являет. Это был долгий процесс, длился он девять месяцев. В конце концов, вот заострилось внимание «Россия Анастасия». Еще так получилось, что фамилия у ребенка, ну и у семьи была Романова. Обычный кронштадтский мальчишка мечтал служить на флоте. Морская карьера начиналась, как у всех. Закончил военно-морскую технику, служил. Потом, в воле случая, попал в дорожно-транспортное происшествие. Служить не могу. Он скупо говорит о том, как оборвались его мечты. 20 лет назад Володей Лебедев на мотоцикле несся по недостроенной дамбе. Занесла на мокрой дороге. Месяцы реабилитации. Тело не слушалось. Но сумел подняться, вернул движение себе, теперь помогает другим. Сейчас Владимир Лебедев – член городской комиссии по доступной среде. Вместе с коллегой по комиссии он проехал все проблемные для колясочников адреса – магазины и аптеки. Так как инвалидов-колясочников у нас в Кронштадте не так много, и это работает. Сегодня Владимир проверяет, как работает система. Я принимаю заказ ваш. Если такой вот небольшой, такой вот тоже с фруктами. Нет, небольшой. Я поставил себе задачу попробовать в данной ситуации, которая со мной случилась, получить высшее образование, чтобы стать специалистом в какой-то области, в которой я раньше не был совершенно. И только при выключенной камере говорит о главном. Согласился на эту съемку, чтобы другие, кто сидит в коляске, как и он, посмотрели и жили, а не жаловались. Каждый свою полосу жизни эту проживает. Он бьет, я их не осуждаю. Ну вот такая полоса, ее надо прожить. Слово о том, что возрождение России начнется с Кронштадта, часто приписывают отцу Яну Кронштадтскому. Я был бы рад, если бы таковое пророчество нашлось. Лет 20 назад священник Геннадий Беловолов попросил у хозяйки этой квартиры позволения помолиться. Кто бы мог подумать, что через несколько лет жилье современной молодой женщины превратится в первый частный музей, посвященный святому. И сюда, как почти век назад, поедут люди со всех концов российского государства. Предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. А она есть под ножи престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Россия, она еще не великая, не могучая, но она очень общительная, она у нас очень гостеприимная. Настоящее моё имя Россия. Старший научный сотрудник музея ВМФ, который был в Морском соборе. На Якорную площадь Виктор Алексеевич 6 лет ходил как на работу, каждый раз мимо братской могилы и вечного огня. Эту могилу, по сути дела, можно назвать памятник примирения и согласия. Никто особо-то не разбирался, от кого они находили, форма была одна и та же. История очищается. Сегодня архивы открыты, и при желании, путем простого начищательного подсчета, можно оценить истинные масштабы кронштадтского мятежа, изучение которого для Виктора Красноярова стало личным делом. Там, значит, 2100 человек приговоренных было. А сколько действительно расстреляли, нашли исполнение около 100 актов. Якорная площадь примирила всех. Памятник жертвам всех мятежей и революций. В центре очищающий огонь. И морской собор – маяк для каждого российского моряка. Мы надеемся, что с возрождением этого собора и с возрождением духовности наше сердце будет все биться так в такт всем тем, кто живет в нашем государстве. Последнее предсказание Иоанна Кронштадтского. Когда подведут под крышу этот собор, меня не станет. Старец приходил на площадь, когда купол еще не был возведен. Посмотрел, сказал – не доживу. А потом эта история превратилась в легенду о том, как Иоанн Кронштадтский приходил и молился. То ли под куполом, то ли у самого креста. Красивая, но легенда. Но с площади ли, с купола ли, но неслись в молитве святого старца о возрождении России и этого города. И, ну, я по луже еду. Каждый день, в любую погоду, он приезжает сюда и гоняет вдоль дамбы, авария на которой так изменила его жизнь 20 лет назад. Только на победу нужно выигрывать, иначе зачем заниматься. Владимир Лебедев готовится к новому старту. Впереди новые соревнования. В багаже десятки побед. Царица Олимпиады. Это легкая атлетика. Прямой отрезок – 3700. Здесь чемпион России может разогнаться до 44 километров в час. Сегодня мечтает уже не о своих рекордах. Хочет, чтобы наши легкоатлеты, такие же, как он, побеждали на главных соревнованиях планеты. Зависит все от тебя. Только ты, ветер и дорога. Соперники. Понимаете, в чем дело? Я пошел. КОНЕЦ ПОЩЕМ Вória ВОЛ świat Увага СОЛ y ВОЛ СОЛИ Увага СОЛИ КОНЕЦ АЛЬ – В РАЯХ